У битвы по кулачке Да, это было действительно грандиозно Во-первых, рад всех приветствовать и в трансляции, и на ЦСКА-арене И сейчас мы действительно начинаем с очень яркого противостояния Которое, ну, мне кажется, все ждали увидеть повторно Но сейчас они начинают свой реванш именно по правилам бокса Очень интересно будет за этим понаблюдать Да, самое интересное, что именно по правилам бокса Потому что, наверное, и Саида Магомеда, и Артёма Боксёрам, наверное, назвать тяжело, согласитесь Всё-таки это они выступают по кулачке Ну, бокс объединяет Безусловно, бокс объединяет, это прекрасный вид спорта Я вот сейчас вспоминаю первый их бой, как раз по кулачке Мы уже об этом сказали Я помню, как Саид Магомед прям резко побежал на своего оппонента Прям с первых же секунд начал действовать активно А сейчас мы видим, что Артём пытается завоевать в центр ринга Видимо, другую тактику избрал сегодня Саид Магомед Но по тизеру, когда было видно наши с Алексеем эмоции Можно всё понять, что это только начало Я просто сейчас пытаюсь представить, насколько же ребятам После того, как они устроили сумасшедший бой На кулаках удобно защищаться в больших боксёрских перчатках Когда просто там каждый джерф фактически доходил до цели А сейчас можно классно перекрываться, защищаться И после этого уже контр-атаковать Да, и на первой минуте мы видели то, что оба боксёра часто бьют друг друга по корпусу Особенно Артём, он серийно действует, скажем так Но при этом, мне кажется, работа по этажам пока незаметна Чтобы сразу голова, корпус Да, я по поводу перчаток хочу добавить Защищаться удобнее, но на самом деле урона Вот с таких дистанционных перчаток, молотов Будет не меньше, чем на голых кулаках Плюс ещё есть тоже немаловажный фактор Что перчатки добавляют веса в любом случае И когда ты боксируешь без них И с ними руки могут банально подзабиться Потому что они могли просто не привыкнуть Пусть не большому, но тем не менее обвесу Сто процентов И опять же, да, площадь удара добавляется Что тоже так же действует на соперном Да, пока мы видим, как ребята действуют серийно Прямо действительно, не церемонясь Не находясь в голове О, сейчас хорошо слева пробил Саид Магомед Да, безусловно Плюс не забываем, что это первый тяжёлый вес Да, ребята выступают в категории до 91 килограмма Да, до 97 килограмма, чтобы быть точнее Поэтому здесь, наверное, вот эта классическая фраза Всё может решить один удар Наверное, как нельзя кстати Сейчас в лугу находится Саид Абулгазиев И отлично атакует Артём Кузьмин Но при этом спокойно защищается Абулгазиев нет такого, что куча пропущенных Он не знает, что делать, он просто перекрылся Да, Алексей, согласен с тобой В последней атаке очень мало донёс до цели Вот Артём Скорее больше прошёл по перчатке Также интересно будет посмотреть, как ребята Которые с Сейвелом уже стали профильными кулачниками Можно сказать, адаптируются к формату Во-первых, трёхминутных раундов А во-вторых, что раундов-то в целом четыре Да, 12 минут более Ровно Уйдом, что-то хорошо было И плохо попал под конец от первого раунда Артём Получается, что дистанция этого поединка Ровно в два раза больше, чем привыкли кулачные бойцы То есть там три раунда по две минуты, итого шесть А здесь четыре по три Я, конечно, очень плохой математик, но кажется... Я подскажу, я хороший математик Спасибо, Владимир Не дал мне поплыть И вроде бы как сориентировались Мы тебя вытаскиваем, не переживай Ой, как хорошо Могу бы спать, могу бы спать Так, ну что ж Ваше мнение, кому можно и можно ли вообще отдавать раунд Центр был в целом за Артёмом Но по остроте атак, мне кажется, что всё было одинаково Другое про то, что при прочих раундах, наверное, инициатива и Центр всё-таки влияет Да, согласен, даже нечего добавить Близкий раунд, но за счёт вот инициативы, наверное, в сторону Артёма он уходит Хотя, опять же, можно и поспорить с этим А я, честно говоря, смотрел первый отрезок больше на эмоции От факта старта такого крутого генира, который транслируется впервые в прямом эфире И плюс на воспоминания их первого противостояния Там действительно на одном дыхании всё смотрелось И поэтому, честно говоря, я просто получал удовольствие И удовольствие, в общем, да Знаешь, ещё так часто бывает, когда бойцы в первый раз проводят поединок Закатывают классную рубку И потом их сводят в реванши И они, зная, на что может пойти соперник Они начинают не так жёстко Потому что, ну, инстинкт самосохранения, наверное, тоже присутствует И, опять же, они, уверен, очень хорошо помнят, что было в их первом поединке О-о-о, ещё попал Пошёл вперёд Артём И хорошо Очень обометчиво как будто бы Потому что встречает его сейчас Саид Абулгази Да, сейчас канату помешали ответить Саиду Магомеду Мне вообще кажется, что чуть ли не главная тактика Абулгази на этот поединок Перекрываться в обороне, когда раскрывается Кузьмин В этот момент вносить апперкоты и боковые Ну, к слову, в первом раунде ты приносила свои дивиденды Несколько раз Артур Гази и Потряс, да, безусловно Соглашусь Вот ты, Лёш, начинал мысли про вот это реванши, опыт проведения первого боя Но смотри, когда, условно, Артём был в маркаунке В любом случае, ты должен психологически накладывать какой-то, не знаю Ну, вьетнамские флэшбэки, как называются Да, правильно, правильно, я хотел как раз Спасибо, теперь ты меня вытащил из этой трясины, да Спасибо Обращайся И вот как вот интересно человек перебарывает вот этот вид психологический Это зависит от психологии человека, все по-разному Потому что тот же Джошуа, например, не смог перебороть В противостоянии с Усиком как раз эти вещи А мы сейчас видим, что Артём идет вперед Но наш русский парень психологически сильнее, чем это и Джошуа Приятно, да, произносить такие вещи? Хорошо пробивает тем временем Артём Кузьмина На самом деле уже где-то секунда сорок длится его, назовем это так, с некой поправочкой доминация Потому что он действительно постоянно поджимал канатом И Саид Магомед был довольно пассивен в своих контратаках Я бы назвал это затяжной атакой Только вы сказали про пассивность и вот вам выстрел Вот это ударище Как раз то, о чем говорили Как будто бы тактика Абдулгазиева в том, чтобы затянуть Левый боковой опять же Левый боковой Слушайте, но при этом отдадим должное Кузьминову парню Очень тяжелая Кузьмин Секунд еще остается такая клинчевая Надо клинчевая Как сейчас выставил Я думал, что надо уже внимательнее смотреть, что происходит Но здесь клинчевая Все, 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 все Да, надо спасать бойца от его же храпости Я не люблю критиковать судей, но я считаю, что поединок нужно было останавливаться секунд на 10 пораньше, если честно Там видно было, что Артём Кужейня по-моему приходил Да, ну и кстати, вот это начало стадионного турнира Поздравляем, Саид Магомеда Абдулгазиева И, честно говоря, есть ощущение, что он сам уже, ну так, по функционалу немножечко приседал Вот даже когда отсчитывали нокдаун Артему, он подошел в нейтральный угол Так встал, и как будто бы он уже так немножечко подзадышал И, ну, для него опять же очень вовремя все произошло Но, конечно, нельзя не отметить, что эта тактика, о которой мы говорили, она и сработала Опять пошел вперед опрометчиво Артём, и вот в этот момент слева выстреливают очень четенько Да, и мы видим, как Артём открылся Да Счет в подбородок, левую сбоку Причем мы как раз про левую боковую до этого говорили неоднократно Ну что ж, поздравляем с победой от Долгазиева, здоровья в первую очередь Артём, ну, да И ждем официального вердикта судей и, конечно, слова после боя Я думаю, бойцам есть что сказать после уже второго раунда их противостояния и второго раунда конкретно этого поединка И самое это приятное, что старт нашего турнира удался уже, это можно говорить на сто процентов, правда Пошумите, пацаны, какой город Дамы и господа Рефери поединка Алексей Хозлов останавливает бой во втором раунде Время остановки 2 минуты 30 секунд Техническим нокаутом победу одержал Саид Магомед Абдулгазиев Друзья, ну что, неплохой старт турнира Ну что, Саид, поздравляю тебя с очередной победой Ты уже забрал пояс хардкором ума Ты уже в полуфинале гран-при хардкор файтинг чемпионшип Кулачные бои в супертяжелом весе И вот первый бой на хардкор боксинге и победа нокаутом Давайте будем честными с нашей аудиторией Саид и Артем сами попросили этот бой Буквально несколько дней назад И пообещали устроить здесь настоящую драку И мне кажется, они нас не обманули Давайте овациями встретим этот бой Первый бой сегодняшнего вечера Помимо всего прочего От Рязанской транспортной компании Оба бойца получают бонусы по 100 тысяч рублей За ту рубку, которую вы здесь устроили на старте турнира А сообщество ВКонтакте За нокаут бонус в 250 тысяч рублей получает Наш победитель, поздравляем тебя Но и помимо чеков Микрофон И внимание аудитории Конечно же, твое Добрый вечер Всем привет Всем привет В Москве Я очень хотел Сделать красивый, зрелищный бой Для вас я очень хорошо подготовился К любому бою Так как последний месяц я очень упорно готовился Неделю назад я поймал этот гриб Кости, мышцы, все болело Но Хотел для вас сделать красивый бой Думаю, что это вам понравилось Всем спасибо, кто приехал сюда Поддерживает нас Это очень сильно мотивирует нас Двигаться дальше И Хочу сказать твоему углу Большое спасибо Дмитрий Лигачев Тебе тоже Огромное спасибо Праулинг Спонсор мой И Не знаю тебе, что сказать Просто Спасибо Тебе тоже Спасибо И Артем Хузьми Я знал, что По-любому для нас ждет Зрелищный бой Он Настоящий мужик Характер Это чисто Спортивный интерес И Думаю, что Мы можем когда-нибудь Показать для вас Свой реванш По голым кулакам Боя быть готовы Ну тут знаешь На самом деле Что интересно Саид Я на самом деле Слышал, что И Артем Тоже выступает По ММА Есть и возможность Третьего боя Но не знаю Как на это скажет Игорь Игорь Всегда за Я тоже за Тем, ну давай начнем с приятного Во-первых, как сказал Толя Смотри, это Сразу прилипает к тебе Плюсом к твоему гонорару Что бы не так сильно расстраивался С наступающим тебя, родной Вы просто бойцы высококлассного уровня И парни, у которых реально нет задней передачи Тем, огромное спасибо вам за этот бой Друзья, давайте еще раз поддержим Поддержим Тему тоже аплодисментами Спасибо вам Ну дай обратную связь аудитории Советская арена, приветствую всех Спасибо большое, что вы здесь собрались посмотреть эти бои Я уверен, что в дальнейшем тоже будут не менее красочные бои Всем удачи и без трав Тема, что нам ждать от тебя в гран-при кулачки теперь? Эдик, я на конференции сказал, по-моему, что ждать от меня только победы Только победы? Конечно, нет фаворитов для меня там Фаворит я Понял Саид, Саид, ты даже что-то хочешь сказать? Мы передаем тебе микрофон Я хочу посетить эту победу моему дядю Моему старшему дядю Так как он сейчас Его сейчас нету, он ушел из жизни Когда я выиграл свой титул, он очень сильно обрадовался, ждал моего выпуска И он не успел посмотреть мой выпуск А еще хочу передать привет своим дорогим спонсорам Доктор Келлер, Жора Всем спасибо, что я здесь нахожусь Парни, ну что, еще помимо таких бонусов, подарочки от наших спонсоров Спасибо вам огромное, восстанавливайтесь Вы знаете, что неважно, будь то ринг, будь то октагон, будь то клетка Мы всегда рады вас видеть, парни Спасибо вам большое Мы всегда ждем такие крутые бои Как, например, которые захотели только что Друзья, проводим этих просто машин Бурными овациями Спасибо Всем удачи